Выборы мэра Москвы пройдут, наверное, в штатном режиме, потому что Собянин принял такое мудрое политическое решение. Он понимал, что ему когда-нибудь нужно избираться, то есть получать мандат доверия жителей Москвы. Но ему неприятно ходить с ярлыком человека назначенного. Вот Лужков хвастается, что он был избираемый, а теперь вот ему тоже хочется избираться. Поэтому он выбрал подходящий для этого момент. Во-первых, оппозиция к этому была не готова, он внезапно это сделал, и никто не готовился осенью куда-то избираться. Во-вторых, он сделал на пике своего рейтинга. Примерно 50% москвичей поддерживает Собянина, у него доверием он их пользуется. Поэтому ему легко можно избраться. Поэтому никакой Навальный, никакой Митрохин, никакие Мельников и другие люди, которые заявились, ему не конкуренты. Все они поручат свои 5-10% кто-то из них. То есть наберут там что-то по мелочи, и Собянин все равно победит. Прохоров, кстати, понимая это, что он получит там всего несчастные 10%, он и не пошел. Потому что сейчас он типа как бы политик федерального масштаба, а пойдет против Собянина, получит 10% и все увидят, что король голый. Ну и поэтому какой ему смысл, так сказать, трансоваться вот в это все пекло. Навальному деваться некуда, ему пиар нужен, потому что его скоро посадят. Вот, поэтому ему надо кричать, верещать. Вот поэтому он использует любую возможность, в том числе выборы мэра Москвы.